Amnesty International задокументировала запуск армянскими вооружёнными силами восьми ракет по городам и селам Азербайджана, в результате которых погибли гражданские лица. В отчёте отмечается, что после подписания трёхстороннего заявления о прекращении военных действий, представители Amnesty International посетили ряд территорий, подвергшихся ракетным ударам. Эксперты организации проанализировали останки ракет и изучили видео, фотоснимки, а также спутниковые изображения, сделанные во время войны. Отчёт Международной организации Amnesty International поможет привлечь виновных, совершивших военные преступления, к ответственности. Кроме того, материалы из отчёта Amnesty International могут быть использованы в качестве доказательной базы в международных судебных инстанциях. В отчёте задокументированы восемь ударов, нанесённых ВС Армении по городам и селам Азербайджана, в результате которых погибло гражданское население. Пострадали такие крупные густонаселённые города, как Гянджа, Барданов, Талан, находящиеся далеко от зоны боевых действий. Мы знаем, что есть четыре Женевские конвенции 1949 года, и одна из этих конвенций непосредственно посвящена охране гражданского населения во время вооружённого конфликта. В будущем, если, тем более, наверное, встанет вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц в этом, То, что Amnesty International отмечает в своих отчётах о том, что Армения применила оружие против гражданского населения, естественно, эти факты в будущем лягут, наверное, в основу, в том числе и то, что со стороны нашей прокуратуры возбуждены уголовные дела по этим фактам. В отчёте организации также отмечено, что армянская сторона незаконно применяла в районах проживания гражданского населения неточное оружие, в том числе запрещенные кассетные боеприпасы.